Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале АРС-студии Марина Паукова. Сегодня Россия празднует День сотрудников органов внутренних дел. В нашем городе в честь работников полиции был подготовлен праздничный концерт. В мероприятии приняли участие личный состав отдела МВД по городу Кумертау, ветераны службы, учащиеся полицейских классов. 10 ноября традиционно чествуют тех, кто решил посвятить свою жизнь важному и благородному делу – служению Отечеству. Сегодня в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. Теплые слова поздравления с профессиональным праздником адресовал личному составу и ветеранам городского ОВД, глава администрации городского округа Борис Беляев. Сегодня мы чествуем людей, на которых возложена серьезная ответственность, безопасность людей, обеспечение закона и справедливости во всех сферах жизни нашего государства. Это глобальная и серьезная миссия. Ваша служба решает особо важные задачи обеспечения правопорядка и безопасности граждан, защиты их жизни, здоровья и имущества. Объективную оценку деятельности правоохранителей дают в первую очередь жители нашего города. Самое главное – насколько спокойно они себя чувствуют на улицах, на дорогах своих квартир. Сотрудникам городского отдела МВД, которые добились высоких успехов в службе, глава города вручил почетные грамоты и благодарственные письма. О том, какие задачи стоят перед Кумерталской полицией, о достижениях и успехах в деле обеспечения правопорядка и законности, в защите прав граждан, говорил в своем выступлении начальник отдела МВД по городу Кумертау Алексей Киселев. На сегодняшний день 34% населения, участвующих в опросе, остались довольны работой сотрудников правоохранительных органов. Хотящих нам, коллеги, над этим надо много работать. Растет престиж профессии полицейской. Из года в год сохраняются высокие конкурсы при поступлении молодежи в ВУЗ МВД России. Весьма распространенная профессиональная династия. Только в нашем подразделении проходит службу у 14 полицейских семей. В 2010 году в городе Кумертау были созданы специализированные полицейские классы. За поздравлениями последовала церемония награждения. Приказом Министерства внутренних дел Республики сотрудники отдела награждены медалью МВД России за отличие службы 1, 2 и 3 степеней. В списке более 15 имен. Также на торжественном собрании поздравления принимали сотрудники, которым присвоены очередные звания. За проявленные мужества, высочающие профессионализм, ряд сотрудников отмечены благодарственными письмами, ценными подарками. Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел, продолжил концерт, подготовленный творческими коллективами города. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну а в преддверии профессионального праздника сотрудников УВД 95-й годовщины образования Министерства внутренних дел по Республике в городе Кумертау открылась стела, посвященная сотрудникам отдела внутренних дел. На открытие постамента побывала и наша съемочная группа. Автомобиль «Москвич-408» стал украшением территории отдела полиции по городу Кумертау. Открытие постамента состоялось в торжественной обстановке. При участии личного состава отдела внутренних дел, ветеранов правоохранительных органов, представителей администрации города и учащихся кадетского класса школы номер 6. В приветственной речи начальник УВД по городу Кумертау Алексей Киселев отметил, что стела посвящается сотрудникам отдела внутренних дел всех поколений. Символично, что мероприятие проходит в преддверии профессионального праздника сотрудников отдела. Сегодня действительно исторический день для нашего города. У нас открывается еще один памятник, еще одно памятное место, которое будет напоминать нам о тех славных сотрудниках отдела внутренних дел и, конечно, о служении Отечеству и выполнении до конца своего долга. Это замечательный пример как для юного поколения и, конечно, память о всех ветеранах отдела внутренних дел. Это вообще прекрасное событие для нашего города, для нашего отдела. Я, как уже говорил, со дня основания отдела милиции у Кумертау такого у нас не было. Это для нас вообще, это как действительно настоящий праздник. Поэтому я говорю, это девиз именно будет таков. Память прошлого храним. Правильно, вот начальнику милиции, вот нам надо дать должное, что он автор этой идеи, так сказать. Это он все это сделал, прекрасную идею создал. Это для нас, для как действующих сотрудников милиции, полиции, так же как ветеранам. Это прекрасное мероприятие, прекрасное событие. При участии почетных гостей разрезана красная ленточка. Тем самым открыт памятник, символизирующий связь и единство поколений. Москвичу на постаменте больше 50 лет. Но после реставрации ретро-модель выглядит как новенькая. Автомобиль покрашен в желтый цвет, имеет синие полосы с надписью «Милиция». На крыше закреплены красные и синие проблесковые маячки. Именно так выглядела служебная машина сотрудников милиции в 70-е годы прошлого столетия. Это было во времена нашего министра в Советском Союзе Щелкова. Когда для милиции тогда еще была придумана эта новая серая форма. Для того времени это такой большой шаг вперед по организации органов внутренних дел. И, насколько я уже сказал, мне не изменяет память, вот первые автомашины такой раскраски появились именно в то время. Потому что до того времени как-то ездили сотрудники, на чем попало, какого цвета и как попало. А здесь все-таки более-менее все упорядочилось. И вот как бы вот этот символ символизирует, я думаю, преемственность поколений. Памятник стал частью истории правоохранительных органов. В завершение торжественного мероприятия были возложены цветы в память тех, кто не дожил до этого дня. И общие фото участников митинга на фоне новой стеллы. Айгуль Мухаммедшина, Ильно Раминов, Новости. С 3 по 7 ноября в Москве проходила военно-спортивная игра «Кадеты Отечества». Наш город и республику на соревнованиях представляли воспитанники 10-й школы. О результатах игры и впечатлениях от поездки в столицу России узнал мой коллега Владимир Прищепа. 30 команд и более 450 детей из разных уголков страны боролись за победу в военно-спортивной игре. Строевой смотр, стрельба из винтовки, челночный бег, метание гранатой. Это далеко не весь перечень дисциплин данных состязаний. Слаженность действий всей команды и каждого его участника позволили занять призовые места кумертауцким школьникам. Команды были очень сильные. После первых соревнований определились два лидера. Это Благовещенск и город Кумертау наш. Условия единственные, что было холодно, ребята бежали по гололеду. А так, команды были очень сильные. Боевой настрой у нас был, мы готовы были на победу. Готовы были рвать, так сказать. Для меня самое сложное было подтягивание. Я вместе с мальчиками подтягивалась и сделал 21 раз. Кроме соревнований для участников была подготовлена культурная программа. Дети посетили Центральный музей вооруженных сил, Музей бронетехники, почетный кавалерийский эскорт президентского полка. В завершении поездки 7 ноября Кумертауцкая команда посетила торжественный марш на Красной площади. Вернувшись домой, ребята уже строят планы на будущее и готовы в любой момент отстоять честь города и страны. Уже есть мысли, когда будем в следующий раз там, что делать, как делать. То есть с каждым разом все сильнее и сильнее. Ну а школа в целом – это большой живой организм. Мы работаем над поставленными задачами, сами же их к себе ставим, сами же стараемся их выполнить. Но еще раз говорю, с этими детьми можно ехать хоть куда. Там мы будем выглядеть хорошо. Команда 10-й школы привезла в Кумертау более десятка наград и почетных грамот. В минувшее воскресенье в РКНЦ Дуслык состоялся первый отчетный концерт исполнителей песен «Наш голос». Подробнее, как прошел концерт, какие оценки получили участники, смотрите сразу после прогноза погоды. Но я с вами прощаюсь. До свидания.